Книга «Открытым оком», том 1-й темы «Работа», вопрос 160-й. «Как поступать христианину, если у него график работы, при котором он вынужден работать в воскресенье?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Про воскресенье в Ветхом Завете и Новом Завете не сказано ни слова, как о дне выходном, праздничном. Все сказанное же о субботе, как о прообразе, переносится на воскресенье. Истинное субботство. Исход 28.11 Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои. А день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его. Есть такие верующие адвентисты, они празднуют субботу, как ветхозаветные иудеи. И даже в годы советской власти они не пускали своих детей в школу. В армии они предпочитали сидеть неделю на гауптвахте, чтобы только хранить субботу. Купленный в субботу хлеб, они отказываются есть, не разжигать огонь. Эти люди живут среди нас. У них вопрос этот вообще не возникает, как у нас о бороде. Или, или. Так что перемените работу и не нарушайте воскресенье Христова. Забот, как говорится, полон рот. У тех, кто думает о завтрашнем и дальше. Детишек накормить скотину, огород. Заботиться о том старик седой и мальчик. Обдумывать, проигрывать сюжеты. Возможных вариантов целый ряд. Возникшие вопросы и ответы. Что Библия и опыт говорят? Нам без забот не одолеть сонливость. Беспечность без забот не одолеть. Что рухнуло, сначала покосилось. И перед смертью нужно поболеть. В войну потери тяжкие дымились. Дивизии и вдовьи корпуса. Была работа каторжная милость. Надежды проблеск. Веры паруса. Неимоверно, как перемогались. Сгибались три погибели и с грыжей. И даже пели, допускали жалость. На бабах все с фундамента до крыши. Заботы на сегодня, не на завтра. На каждый день отпущено свое. Марии умерли. Остались только Марфы. С умершим братом Лазарем вдвоем. Не старость, не болезнь, а заботы. Нас подкосили молотом серпом. Пришла беда и дверью, и в ворота. И не избыть, как воду решетом. О, если бы вот так же и о душах. О голоде духовном мы пеклись. Лечили от греха глаза и уши. Искали помощь у духовных лиц. В такой же мере рвались до упаду. Читать Писание и Дух Святой стяжать. Мы все спаслись бы от забот, от ада. Конечно, всем работать, не лежать. 14 мая 2002 год. Игла.